Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 17, вопрос 3169. «Вы так и остаетесь приверженцем физического наказания для правонарушителей и для детей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я верующий, имею страх Божий и люблю Слово Божие. Я русский человек и знаю историю своей страны и других народов. Никогда и нигде, где думали сохранить государство, население, не было, чтобы не применяли физическое наказание. Только при безбожном режиме это людоедский гулаг, а у Бога терапия. Смерть, болезни, цунами, землетрясения, ураганы, войны и прочее – это все бичи Божии. «Которыми он порит человека, желая приблизить падшего к свету». Третья ездра и 16 глава, с 20 по 23 стих. «Вот голод и язва, и скорбь, и теснота посланы, как бичи для исправления. Но при всем этом люди не обратятся от своих беззаконий, и о бичах не всегда будут помнить. Вот на земле будет дешевизна во всем, и подумают, что настал мир, но тогда-то и постигнут землю бедствия. «Меч, голод и великое смятение. От голода погибнут очень многие жители земли, а прочие, которые перенесут голод, падут от меча». Левит, 26 глава, 21 стих. «Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всеми раз за грехи ваши». Так что физическое наказание есть необходимое условие спасения преступника. Отчего же милиция стала ходить с резиновыми дубинками? Второзаконие, 25 глава, 3 стих. «Сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими». Притча, 17 глава, 10 стих. «На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов». Второе Коринфянам, 11 глава, 24 стих. «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного». Сирахова, 42 глава, 5 стих. «Не стыдись вот чего, без пристрастия в купле и продаже и строгого воспитания детей, и окровавить ребро худому рабу». Детей воспитывая, и самые мудрые люди розга не пренебрегали, а настаивали, что поркотерапия весьма полезна. Сирахова, 3 глава, 1 стих. «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им». Притча, 23 глава, 13 стих. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет». Пороли в армии после бала у Толстого. Пороли в поместьях на конюшне. Весь миллиардный мусульманский мир считает порку неотъемлемой частью воспитания. Китай без порки не жил никогда. Пороли в монастырях таков их устав. Пороли императоров и их воспитателей. Император Аркадий при Арсении Великом. «Душа так тесно связана с телом, что, наказывая тело, мы врачуем душу», – говорит Иоанн Златоуст. Поэтому-то, что считалось мазохизмом, как в книге «В тени алтарей» в исповеди Иоанна Лествичника, на самом деле есть доказанная на практике истина. 1 Петра, 4 глава, 1 стих. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Недавно появилась статья, написанная языком шутки апрельской, «Но в ней скрыт откровенный призыв вернуться к лучшим нашим временам». Сенсационным докладом «Новые методы лечения и реабилитации в наркологии» выступили на международной конференции ученые из Новосибирска. Суть в следующем – алкоголизм, наркомания, депрессия и попытки самоубийства, психосоматические заболевания – это все уход от жизни. Утрата вкуса к ней. Причина лежит в снижении выработки эндорфинов, гормонов счастья. А если такого человека как следует выпороть, у него активизируются эндорфиновые рецепторы. Происходит выброс эндорфинов и возвращается вкус к жизни. Рекомендованный учеными курс поркотерапии – 30 процедур по 60 ударов розгами по ягодичной области. Удары должны наноситься в полную силу человекам средней комплекции. Дозировать их в силу не обязательно. Метод испытан практически на наркоманах-добровольцах. Ученые сообщают – результаты хорошие и отличные. По данным доктора, все выпоротые вернулись к нормальной жизни, работают, учатся. Популяризатор метода – главный научный сотрудник НИИ Гигиены МЗРФ, доктор биологических наук Сергей Спиранский. К применению поркотерапии Спиранский пришел не только, ознакомившись с опытом русского народного провежая германской медицины IX века. Там плетьми и кнутом лечили многие болезни – от психических расстройств до воспаления легких. Но и на основании личного опыта самобичеванием он вылечил собственную депрессию, а затем восстановил здоровье после двух инфарктов, правда уже с помощью поровших его энергичных женщин. Метод эффективнее, когда больного порет представитель противоположного пола, пояснил в одном из интервью Спиранский. Эффект потрясающий, мир засверкал разными красками, а рубцы на сердце рассосались, хотя задница вся была в абстрактных узорах. Доктор Спиранский пояснил и механизм метода. Для заживления рубцов на заднем месте организма усиливается иммунитет, а тому все равно, что рассасывать следы от порки или рубцы на сердце. Поркотерапия, судя по всему, может поднять отечественное здравоохранение на новый уровень. Во-первых, она экономична. Для сеанса нужны лишь кушетка и хорошо вымоченные розги. Во-вторых, есть перспективы развития. Если не помогут розги, можно попробовать применить испанский сапог, дыбу и другие методы инквизиции. Честное слово, номер 24, 490, страница 14 июня 2006 года, страница 29. Богат ли я по мысли простецов? Кому взаймы давал лишь до получки? Кого нуждой по почкам растрясло, тот просьбами занять нещадно мучил. Конечно, беден я и вся моя семья, но никому ничем пока не должен, не дал себя нужде подсечь, подмять и не капитулировал нам этой негоже. Умение малым обойтись своим, считая экономию привычкой, от нас зависит, долго ли мы спим и сколько тратим на себя мы лично. Богат ли я, спросите у друзей, кому мой дом стал станом в одночасье? Тех пилигримов, что сумел презреть, объятиями, кого душил несчастье. Богат ли я вам выдадут враги, завистники, укрывшие мой статус? Пусть я не Авраам, а Ибрагим. Зачем же лепитесь ко мне, творите пакость? Мне щедрость от небесного отца. Плотской отец и мать приноровили. От жаждущих занять, не отвращать лица. Под видом их не раз влезал грабитель. Богат я несусветно, несуразно, прищедростью желанием поделиться. Со мной на вечере благословенный Агнец. Библейские, евангельские лица. Богатства несчетные на полках. В них откровения, видения и знания. По всем знатнейшим вел библейскую прополку. Во свете Библии с открытым оком в храме. О, как разбогател, ограблен быв. В огне сгоревшее умножилось стократно. По водам дальним пущены хлебы. И даже тем, кто стал врагом из брата. 22 июня 2006 год. Игла. Продолжение следует...